Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Григорий Владимирович Пруцков, я профессор Института Медиа, и мы с вами сегодня проведем очередную встречу, посвященную дополнительному вступительному испытанию. Со мной должен был присутствовать еще Иван Андреевич Князев, глава программы «Журналистика», но он сегодня на пушкинских днях в Обскове, поэтому я представляю и его интересы, поздравляю вас с днем рождения Пушкина, и сегодняшнюю нашу встречу мы, наверное, посвятим Пушкину, поскольку Пушкин присутствует в темах вступительных сочинений, и мимо Пушкина никто из нас никогда не пройдет. Мы построим так с вами наше общение. В прошлый раз мы с вами разбирали плохие сочинения, сочинения, которые получили неудовлетворительные оценки. В этот раз я обещал вам показать хорошие работы, лучшие работы, блестящие работы, и я вам их зачитаю, мы их разберем, а потом будет небольшой сюрприз. Но прежде для тех, кто первый раз сегодня в нашем эфире, я коротко пробегусь по презентации, которую видели уже те, кто не первый раз с нами сегодня. Значит, наш экзамен дополнительный вступительный состоится 17 июля в 10 утра. Он будет дистанционным, будет прокторинг. Но я думаю, что ничего такого сложного тут для вас не будет. Все технические моменты мы до вас доведем заранее. Но участвовать в этом экзамене смогут те абитуриенты, которые получат за единые государственные экзамены не меньше 60 баллов. У кого будет меньше 60 баллов, у тех мы документы принять не сможем. То есть в конкурсе будут участвовать абитуриенты от 60 до 100. Мы вам предложим 8 тем. 4 из них будут литературные по темам русской классической литературы. 4 будут на социально-политические темы. Это 3 часа чистого времени, за которые вы должны создать свой небольшой шедевр и отправить его экзаменатором. Но по объему вы видите, какие тут у нас требования. 2500-4500 знаков. Это демоверсия. Видите, здесь темы связаны и с русской литературой, и темы связаны с событиями сегодняшнего дня в России, в мире и так далее. Ваша задача максимально раскрыть тему, показать лучшее то, что у вас есть, показать свою эрудицию, уровень грамотности, образованности, культуры, чтобы получить максимально высокий балл, о чем мы сейчас чуть позже с вами поговорим. Значит, это второй блок тем. Тот блок тем был литературный, это социально-политический. Опять же, вы видите, что любой грамотный человек, который следит за новостями, который находится в повестке, находится в теме, любой грамотный человек, тем более, что я уверен, что все, кто сейчас у нас в эфире, все эти люди грамотные, яркие, это элита, молодая элита, все эти люди, все вы, напишите такое сочинение без трудностей. Значит, что требуется, коротко повторю, требуется раскрыть тему, фатальная ошибка абитуриента, напоминаю, говорил об этом, говорю, еще буду говорить, фатальная ошибка абитуриента, это когда абитуриент пишет не на тему, когда он не раскрывает тему, уходит от темы, подменяет тему. То есть вы должны постоянно смотреть на тему. Напишите два-три абзаца, посмотрите, ушли вы от темы или нет. Если вам кажется, что вы уходите, рефреном пропишите эту тему, в выводе обязательно эта тема должна быть. Вот это фатальная ошибка. Очень часто бывают такие случаи, и мы встречались с этим на Олимпиадах, и в прошлом году встречались, когда прекрасное сочинение, но не на тему приходится ставить оценку ноль. Пусть это будет не ваш вариант. Ну, а все остальное это уже не фатально. Ну, вот вы видите, значит, что литературу знать, материал грамотно излагать, интерпретировать факты, и все вот это такое, то, что нужно. Наши критерии, по которым мы будем проверять и оценивать ваши работы, напоминаю, по стобальной шкале, как видите, самый большой критерий до 40 баллов это привлечение исторического и литературного материала. Остальные критерии, по 20 баллов, структура, грамотность, авторская позиция. Значит, это критерии оценивания на социально-политические темы. Видите, их больше, они все одинаковые, по 10 баллов дается за каждый критерий. Но, тем не менее, опять же, сложности, пусть вас не пугает вот эти вот 10 пунктов, если вы в них вглядитесь, посмотрите, ничего сложного у вас здесь для таких грамотных, мотивированных людей, как вы, я уверен, нет. Так, ну, это общие моменты, да, как вы должны писать, что вы должны сделать, что вы не должны сделать. Напоминаю вам, что нельзя пользоваться никакими источниками из интернета. Если проктор это увидит, он аннулирует работу, и оценка ставится ноль. Давайте это не будем допускать. Значит, вот этот момент тоже, тоже мы об этом говорили, и еще раз об этом скажу, и буду говорить, то, что здесь, что этот закон регламентирует, прежде всего, никаких упоминаний иноагентов, всяких вот экстремистов, террористов, тех, кого закон признал иноагентами, другими нехорошими людьми, вот их упоминаний никаких быть не должно. Ну, опять же, понимаете, что тут можно сказать, что если человек не может ничего другого упомянуть в качестве аргумента, как только иноагент, значит, у него недостаточно эрудиция развита, значит, ему надо еще поработать на собственной эрудиции. Я уверен, что в огромном массиве российской журналистики вполне можно найти массу примеров, которые не будут касаться упоминаний иноагентов и всех этих прочих людей. Значит, это, опять же, какие у нас требования формального характера, но, я думаю, что ничего сложного, ничего нового здесь для вас нет. Кто проверяет, мы проверяем. Наши эксперты, преподаватели, профессионалы по единой шкале, хочу подчеркнуть это, что у нас у всех одинаковые требования, никаких субъективных моментов у нас тут быть не может. Мы все проверяем исключительно объективно и ориентируясь на одни и те же критерии. Значит, если последний пункт, посмотрите, если абитуриент отсутствует, по уважительной причине, значит, его можно в резервный день отправить, написать сочинение. Значит, вы об этом должны предупредить приемную комиссию заранее, как только у вас что-то случается, не после сочинения, а именно заранее. Значит, ну, это, опять же, да, такие общие моменты, что тут нужно использовать. Ну, как видите, везде присутствуют книги школьной программы. Поэтому посмотрите еще раз внимательно. Я специально распечатал школьную программу. Там достаточное количество книг, чтобы раскрыть эту тему. Посмотрите, наведите ваши телефоны на этот QR-код. Здесь некоторые подробности, которые могут быть вам полезны. Здесь то же самое. Да, не будет проверки знаний. Это на пробном. Только возможность проверить оборудование. Ну, и напоминаю, что у нас будет еще один день открытых дверей 16-го числа. Это будет день открытых дверей уже итоговый. Вы знаете, у нас регулярные дни открытых дверей. Приходите. Каждый раз у нас что-то новое. У нас не бывает двух одинаковых дней открытых дверей. И считается, что заключительный день, уже который перед экзаменом, а он как раз будет за месяц до вступительного экзамена, это самый важный день открытых дверей. Мы вам еще покажем новых людей. Еще кое-что новое вам расскажем. Какие-то еще сюрпризы для вас сделаем. Ну, и, естественно, наши фирменные шоколадки, розыгрыши призов, беспроигрышная лотерея. Все это у вас будет. Поэтому встретимся еще на дне открытых дверей. И после этого уже на консультациях перед ДВИ. Значит, здесь, что касается презентации, у меня все. Теперь давайте, как я обещал, обратимся к текстам, которые мне показались лучшими. Значит, правила такие. Я вам читаю текст, комментирую его. Вы присылаете вопросы в чат. Я эти вопросы зачитаю, отвечу на них. Если появятся какие-то вопросы, можете мне в личные сообщения потом написать. На все вопросы я отвечу. Значит, опять же, хочу обратить ваше внимание, прежде чем начну читать сочинение. Видите, я сколько тут подготовил. Все мы, конечно, не успеем прочесть. Значит, конечно, абсолютно нет. Вы это знаете без моей подсказки. Но, конечно, любое сочинение, которое экзаменатор оценил, как лучшее, как 100-бальное, там 98-бальное, конечно, как в любом гуманитарном экзамене, здесь есть некоторая доля субъективности. Понимаете, когда сочинение плохое, когда оно двоечное, тут все понятно. Здесь, ну, как бы, разные совершенно преподаватели с разным уровнем, опытом, они поставят оценку ноль. Если, допустим, сочинение блестящее, отличное, тут могут быть какие-то нюансы. Я даже, когда вот читаю, проверяю, и вижу, что это вот 100-бальное сочинение, оно просто меня радует. Я просто получаю хорошее настроение. И ваша задача доставить экзаменатору радость. Порадуйте экзаменатора, чтобы потом экзаменатор порадовал вас и ваших близких. Итак, значит, предлагаю обсудить сочинение на тему «Молодежь XIX века в русской литературе». Вы видите, и видели на образцах, и вот здесь мы предлагаем вам такие темы, которые не ограничиваются конкретным автором. То есть, условно говоря, тема «Москва в произведениях Пушкина» это слишком узкая тема для нас. Мы стараемся вам дать темы, которые выходят за рамки одного автора, которые охватывают тематику ну хотя бы половины столетия, XIX или XX. Поэтому мы ставим темы широко. И вот тема «Молодежи XIX века» в русской литературе, она, как видите, очень широкая. Ведь это может быть и первая половина XIX века, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Это может быть и вторая половина. Тургенев, Гончаров, Чернышевский, если вы его читали, отцы и дети. Это может быть даже и Чехов, в конце концов. Поэтому тема очень обширная. И здесь не нужно писать обо всем. Это не энциклопедия, и времени у вас не хватит. Три часа — это очень немного времени. Понимаете, главное в сочинении, вот с чего начать, вступление. Вступление, оно должно быть таким, чтобы экзаменатор пришел в восторг. Понимаете, у экзаменатора складывается впечатление об авторе по введению, по вступлению. Дальше уже вот как вступление пойдет, так и дальше настроение экзаменатора будет соответствующим. Понимаете, вот когда мы общаемся с абитуриентами вживую, мы можем, так сказать, попасть под его обаяние абитуриента. Он что-то объясняет, думаешь, ну да, он правильно объясняет. А здесь, понимаете, экзаменатор работает только с вашим текстом. Вас тут нет на проверке. Вы не напишите телефончик на полях и не подпишите, звоните, если появятся вопросы. Правда, такого не может быть. Поэтому мы работаем только с вашим текстом. И ваша задача — показать все лучшее, что у вас есть, как у творческой личности, вот именно, не просто в сочинении, а именно во введении. Когда я читаю вступление, и там куча ошибок, каких-то стилистических, фактических несогласованностей, фактических ошибок, у меня сразу портится настроение, и его уже очень трудно потом вывести как-то вот в процессе чтения сочинения. Поэтому обратите особое внимание именно на вступление. Оно должно быть конфеткой. Оно должно блестеть, оно должно переливаться, как звездочки на небе ночью. И вот смотрите, я зачитываю вам вступление, и потом коротко его прокомментирую. Человек рождается не просто для того, чтобы есть и пить, развлекаться, весело проводить время. Поиск и определение смысла жизни это удел каждого молодого человека. А на что были направлены помыслы молодежи в XIX веке? Горел ли в душах юных созданий тот огонь желания, о котором писал Пушкин? Это и предстоит нам выяснить. В одном из стихотворений поэта XIX века Жемчужникова есть слова, великолепно характеризующие современное ему молодое поколение. В нем буря пылких чувств, восторженность и стремление. Строки не только благозвучны, они точно, на мой взгляд, подчеркивают суть нрава новых представителей того времени. А молодежь всегда наиболее восприимчива к новым идеям, теориям, политическим течениям. Не было исключением и XIX век, который в историческом плане считается самым насыщенным событием в истории царской России. Начавшаяся Отечественная война XII года, создание тайных обществ, передовых молодых людей, готовивших декабрьское восстание 1825 года, жесточайшая реакция, последовавшая за этим, властное правление Николая I, засилие голубых мундиров, продолжавшиеся вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. А далее последовали выступления народа вольцев, организация покушения на царя, все нараставшие волны забастовок и восстаний. В центре всех событий находились молодые люди, чьи сердца были наполнены стремлением борьбы за свободу. Пока свободой угорим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот смотрите, вот здесь, в этом вступлении, автор показал, на мой взгляд, максимальную эрудицию. Смотрите, здесь начинается с философии. Человек начинается не просто для того, чтобы жить, есть и пить, развлекаться, весело проводить время, поиск и определение смысла жизни, удел каждого молодого человека. Так, действительно. Дальше. Горел ли в душах юных созданий тот огонь желания, о котором писал Пушкин? Смотрите, какая тонкая цитата, блестящая. Это и предстоит нам выяснить. Экзаменатор уже проникается уважением к автору. Жемчужников. Автор приводит стихотворение, в общем-то, далеко не самого известного поэта 19 века. И тут экзаменатор уже просто, ну, почти льет слезу умиления от вот этого текста. Дальше, смотрите, историческая справка. Как автор деликатно, ненавязчиво демонстрирует свою историческую эрудицию. Он в одном абзаце проехался фактически по всему 19 веку. И война 12-го года, и восстание декабристов, и Николай I, и отмена крепостного права, и народовольцы, и забастовки. Ну, все, понимаете. Исторические специи, они не должны быть навязчивые. Исторические специи должны, знаете, как изюм в булочке. Вот это вот как раз вот эти те изюминки, вот то, что я вам прочитал, в той булочке, которая вот здесь перед нашими глазами. Но пойдемте дальше. Мы переходим к основной части. Мы остановились на цитате Пушкина. Слова Пушкина из послания к Чадаеву, написанного еще в 1818 году, стали гимном молодежи 19 века, неравнодушной к произволу самодержавия. Именно поэтому их требования были конкретные и прогрессивные. Уничтожение членов династии Романовых, изъятие помещичьих земель в пользу крестьян, созыв Всенародного земского собрания. А были это молодые представители русского дворянства, образованные, передовые и военные люди. Эта ссылка на исторические факты, как нельзя лучше подтверждает, что именно молодежь, прогрессивно и решительно настроенная, отражала политические убеждения большей части населения России первой четверти 19 века. Это было первое в нашей истории открытое выступление против самодержавия крепостного права. Павел Пестель, Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Моравьевы Апостолы и многие другие молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, время надежд, по словам Чаадаева, которых совпало с подготовкой и участием в восстании 14 декабря 1825 года. Именно декабристы стали символом самых смелых и отважных молодых дворян, решившихся на столь смелые выступления против царя и знавших, что их ожидает случай провала. Их скорбный труд и дум высокое стремление действительно не прошли даром, они всколыхнули всю Россию. Вот смотрите, опять же, как автор, с одной стороны, демонстрирует эрудицию, посмотрите, сколько здесь вот этих изюминок. И имена декабристов, и их цели, и скрытые цитаты, Чаадаев, скорбный труд и дум высокое стремление Пушкин. Видите, и автор это очень ненавязчиво вводит в текст вот эти цитаты. Конечно, вы, может быть, не согласитесь с какими-то посылами автора, с какими-то его взглядами, что ли, да? Но это дело факультативное. Понимаете, мы не враги абитуриенту, мы старшие друзья. Наша задача не подкопаться, не увидеть, вот знаете, в лупу. А, он тут ошибочку сделал, ха-ха-ха, сейчас снимем ему бал. Наша задача, наоборот, поддержать абитуриента. И если даже он какие-то мысли высказывает, которые могут не разделять члены экземпляционной комиссии, то мы видим здесь интеллект, здесь его уровень культуры, его эрудиция, они, конечно, вызывают уважение, и хочется такого абитуриента принять к нам в Институт медиа, Высшей школы экономики. Конечно же, и в художественных произведениях нашло отражение все, что происходило в реальности. Искусство, в частности, литература, есть отражение действительности. Разве в Чацком не было той отчаянной смелости, желания критиковать, обличать, предлагать свои варианты действий, которые были присущи декабристам? Да и биография Чацкого, главного героя комедии Грибоедова «Горе от ума», характерна для декабристов. Видите, опять же, вот эти риторические вопросы, прекрасный авторский прием. Это молодой дворянин, благородный и прямолинейный, в своих монологах, направленных против Фамуса, своего окружения, покоряет читателей своим презрительным отношением к жестокости помещиков-крепостников, самозабвенной борьбой с несправедливостью и устаревшими порядками. Разве не такие же взгляды проповедовали декабристы? Опять риторический вопрос. Не случайно, Герцин писал об этом герои комедии Грибоедова. Это декабрист. Да, Александр Андреевич Чацкий близок к декабристам по своим идеям и воззрениям, и по страстности убеждений, и по вере в правоту своих идей и справедливости сказанных слов. За каждой его фразой нравственная сила нового поколения молодых людей, не требующих ни мест, ни повышения в чин, а служащих делу своей родины. Герцин был убежден, что, кавычки, Чацкий шел прямой дорогой на каторжные работы, кавычки закрываются. Так рассматривал своего героя и Грибоедов. Смотрите, вот опять же, Герцин. Видите, сколько в каждом абзаце автор вот этих изюминок вводит в текст. Как он демонстрирует свой интеллект, кругозор, делает это очень ненавязчиво. Единственное, что бы я посоветовал здесь автору конкретизировать, где писал Герцин. Герцин писал об этом герое комедии Грибоедова. Это декабрист. Вот где? Укажите, какое название произведения или статья и так далее. То же самое и вторая фраза Герцина. Герцин был уже жден, что Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу. Где? Вот если вы это укажете, это будет совсем прекрасно. Идем дальше. Но если, передавая молодежь, во имя своих убеждений шла на верную смерть, то купеческие дети, наследники титулованных аристократов, развлекались на балах, званых вечерах, охоте, заводили множественные романы, играли, проигрывали в карты, стремясь таким образом показать свою значимость. Вот такой насыщенный образ жизни молодых людей приводил к тому, что они, пресыщенные забавами, высшими света, уставали от него. Вот знаете, я как раз когда начал читать эту работу, первый раз, я подумал, а почему автор сводит молодежь только к таким людям, как Чацкий? Ведь Чацкий явно исключение. Он нетипичный молодой человек. Да, он представитель таких людей, как Декабрист, и все так. Но и таких было явно не большинство. И вот тут автор как бы отвечает на мой вопрос, на мои сомнения. И дальше переходит к характеристике как раз вот этой скучающей молодежи, вот этих лишних людей, представителем которого был Онегин. Читаем дальше. Также устал от этого и главный герой романа в стихах Пушкина Евгений Онегин, жизнь которого в романе начинается с 18 лет. Трезвый, охлажденный ум Онегина, пресыщенный забавами света, приводит его к тому, что он теряет интерес к жизни, впадает в глубокую хандру. И даже попытки практической деятельности и Реман Барчин и старинный оброком легким заменил, не заканчиваются ничем. Эгоизм, безволие, барское отвращение к труду, привычка к покою одерживают верх над благородными стремлениями. И Онегин вновь возвращается к прежней размеренной жизни без цели, без трудов. Видите, опять же, вот в этих предложениях вот эти цитаты из текста, они даются не столбиком, а если вы цитируете, кстати, поэзию, то нужно цитировать столбиком, если это хотя бы одна строфа. Если же это строчка, то вот так же вставьте ее в текст, как это делает автор этого сочинения. Вот почему я убеждена, что никто и ничто не могло бы направить его на другой путь, путь увлечения общественными проблемами. Вот почему я убеждена, что так называемая десятая глава, где речь идет о декабристах и где упоминается имя Евгений, не имеет никакого отношения к роману в стихах, а является частью какого-то совершенно другого произведения или наброска в Пушкина. Блестяще. Вот понимаете, это очень дерзко. Это очень дерзко поспорить с подавляющим большинством литературы ведов, которые считают десятую главу сожженным фрагментом Евгения Онегина. Автор высказывает совершенно противоположное мнение. И вот такая дерзость, она просто приводит в восхищение. Причем эта дерзость не просто не доказана, она очень хорошо аргументирована. Онегин лишний. Ему скучно, он от всего устал. Зачем ему в декабристах, в декабристском кружке быть? Он же лишний человек. Он обречен на бездействие на отход от проблем народа. Вот. И поэтому вот эта мысль, если вы ее выскажете, такую вот мысль, ваше мнение, а есть критерий авторская позиция, обратите на нее внимание. И, кстати, очень распространенная ремарка экзаменатора, когда экзаменатор проверяет сочинение, недостаточно хорошо показана авторская позиция. Вот здесь авторская позиция показана на 10 из 10. Это лишний человек, неспособный к нравственному возрождению, охладивший ко всему, себя любец, бесплодно растративший свою жизнь 26 лет и состарившийся окончательно. Это еще один вариант пути молодого дворянина первой половины XIX века. Вот смотрите. Прекрасная парадигма. С одной стороны Чацкий, с другой стороны Онегин. Автор прекрасно показывает разные пути молодежи, дворянской молодежи первой половины XIX века. Идем дальше. Логика моих размышлений такова. Молодые образованные дворяне с материальным достатком и надеждами на счастливое будущее идут разными дорогами. Одни на висельцу или на каторгу во имя идей свободы, другие становятся лишними, безразличными, не способными ни на какие активные жизненные позиции, ни на смелые помыслы. Причина. Белинский, назвав Онегина страдающим эгоистом по неволе, подчеркнул, что в обществе, где Евгений существовал и которое он же презирал, не мог найти применение своим нравственным силам. Это же общество и сделало его лишним из-за неумения героя радоваться простым вещам, душевной и физической лени, потере вкуса к жизни. Декабриста же, будучи передовыми людьми высшего сословия, выступили за равноправие всех граждан перед законом за установление республики и конституционной монархии. Две дороги, два абсолютно разных понимания смысла жизни и свое предназначение в ней. Пожалуйста, вам аргументация. Здесь, кстати, тоже очень распространенная ошибка, это когда автор пересказывает. Стремитесь избегать пересказа и анализируйте. Вот это замечательный для абитуриента анализ. Единственное, что бы я только добавил, опять же, где Белинский, вот это подчеркнул, что в обществе, где Евгений существовал, не мог найти применение нравственным силам. В какой статье, в какой работе. Дальше. Теперь переходим ко второй половине 19 века. Вторая половина 19 века сформировала еще один тип молодых людей, что было вызвано необходимостью реформировать общество на основе несословного равенства людей, свободы от насилия. Бесспорным доказательством появления такого человека были и есть романы Тургенева, который видел и понимал стремление молодежи к обновлению своей страны, оказавшейся бессильной в защите независимости во время Крымской войны 1853-1856 годов. Опять же, посмотрите, как грамотно автор вводит исторический контекст в сочинение. Ведь, опять же, имейте в виду, и помните об этом, что ни одно литературное произведение, оно не было написано в русской литературе вне контекста истории. Может быть, только Пелевин там писал вне контекста истории, да и то все равно у него есть исторические специи в его произведениях. А вот все писатели 19 века, они были неразрывно связаны с историей. Поэтому, когда вы будете писать о том или ином произведении, обязательно давайте исторический фон. И вот посмотрите, видите, как Тургенев здесь увязан с событиями Крымской войны. Именно в это время был задуман роман «Рудин» 1856 год, идея которого заключалась в создании образа молодого дворянина, умного и красноречивого, но не выдержавшего испытания любовью. «Рудин не смог отстоять право на счастье, на любовь, но жизнь его не была бесполезной. Горячие речи Рудина будили мысль, волновали сердца его молодых почитателей. Доброе слово тоже дело», говорит один из героев романа. Главное дело Рудина оказалось впереди, он погибает с красным знаменем в руках на парижских баррикадах. Герои другого романа Тургенева «Дворянское гнездо» 1859 год были целиком взяты из того времени, но ни один из них не обогнал своего века. «И у Павшина, и у Лаврецкого есть жажда деятельности, но не ради собственного счастья». В конце произведения Лаврецкий говорит о молодых силах, вырастающих в усадьбе и о том, что им предстоит делать, делать, работать. Вот опять же, видите, цитаты из прозы, их сложнее, конечно, ставить, поскольку их сложнее выучить, но все равно вы их знаете. И, знаете, не надо вот абзацами цитировать прозу, это вызывает недоверие экзаменатора, не списал ли Абютриен случайно. Поэтому берите небольшие кусочки и вставляете их в текст, вот так, как это делает автор, из тех предложений, которые я прочел, в каждом есть такие вот ненавязчивые цитаты из произведения Тургенева. Дмитрий Инсарова, герой романа накануне, 1860 год, Тургенев назвал провозвестником новой жизни. Молодой болгарин, душа которого живет страстным желанием освободить свою родину от турецких завоевателей, и тогда она зарится сознанием счастья. Это уже будет настоящая жизнь. Нельзя не упомянуть и Базарова, отца и дети, 1862 год, про которую писатель сказал «Вот образ молодого поколения с его плюсами и минусами. Евгений всегда и везде поступает только так, как ему хочется или кажется выгодным. Он ни в ком не нуждается, никого не щадит. Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным», говорит он. «Быть нигилистом его кредо. Подобные люди нужны были России, чтобы, отрицая прошлое, идти в будущее, строя его на новых принципах». Но Тургенев приводит своего героя к смерти, осознав, что Базаров недостаточно убедителем в своем отрицании, и новый человек должен брать из прошлого самое хорошее, самое необходимое, то есть быть его преемником. Смотрите, никакого пересказа. Вот я когда читаю про отца и дети, как правило, там идет такой пересказ, который меня утомляет. Я много раз читал «Отца и дети», как вы понимаете. Но когда я читаю пять пересказ, и далеко не самый хороший, мне становится грустно и скучно. А когда я читаю хороший анализ, я радуюсь за то, что абитуриент смог вот так возвыситься над пересказом и проанализировать текст. Образы Рудина, Инсарова, Лаврецкого, Базарова не только достаточно живы и взяты из жизни, но это типы, которым подражала молодежь XIX века, которые сами создавали жизнь. Становление характеров молодых людей, их выбор жизненного пути обусловлено исторической эпохой и нашли отражение в произведениях литературы. Авторы проводят своих героев через испытания материальным достатком, любовью, необходимостью принимать конкретные решения. Вот смотрите, здесь автор обобщает галерею тургеневских героев и делает очень хорошие, очень грамотные выводы. Если вы берете произведение, то выводы в идеале делать не только в конце общие, но и по итогам каждого произведения, которое вы рассматриваете, как это делает, повторяю автор. Теперь заключение. Есть предел всему, но нет предела совершенствования человека. Таков смысл одного из афоризмов древних римлян. Блестяще. Молодым людям, вступающим в жизнь, знать это просто необходимо. Ничего не изменилось с тех пор. И в 19-м, и в 21-м веках было и есть престижным быть умным, а не только состоятельным, занимать активную жизненную позицию, а не быть балластом, лишним, ненужным человеком. Подтверждением этому являются конкретные исторические лица, деятельность которых была направлена на служение простым людям, борьбу против самодержавия, отражение народа от гнета помещиков-крепостников. Все. Вот смотрите, я повторяю, что здесь, конечно, придирчивый, злой экзаменатор, он может к чему-то прицепиться. Я не могу сказать, что это вот сочинение блестящее, где нет ни одного вообще недочета. Наверное, такого сочинения в принципе не существует в природе. Я бы вот что-то мог посоветовать автору, если бы я знал, кто это. Иногда очень хочется познакомиться с авторами, когда читаешь блестящие работы. Я бы что-то посоветовал. Тут, смотрите, наверное, не совсем правильно с точки зрения композиции, что приводится столько романов Тургенева, четыре романа. Может быть, правильнее было бы взять хотя бы два или даже один, но посмотреть поглубже сюжетной линии, проанализировать характер героев и так далее. Потому что, ну, автор с этим справился, но большой соблазн у абитуриента, когда вот просто перечисляешь произведение, большой соблазн просто уйти, так сказать, вширь, но не вглубь. А вглубь это есть анализ, который так нужен во вступительном сочинении, которого так хотят от вас экзаменаторы. Ну, и видите, вывод он тоже, он отражает содержание, он схож с темой, автор цитирует римскую пословицу. Ну, все замечательно, казалось бы. И вот именно такое сочинение побуждает, при всех, так сказать, некоторых недочетах, которые я вам отметил, побуждает экзаменатора поставить максимально высокий балл за такое сочинение. Но, пока я вам читал работу, мне пришли вопросы. Давайте я сразу на них отвечу, чтобы, так, сейчас, чтобы потом идти спокойно дальше. Ух, сколько вопросов там не пришло. А, нет, это прошлые вопросы. Можете конкретно пройтись по критериям социально-политических тем, что требуется в каждом критерии. Конечно, могу. Давайте посмотрим. Так, вот, смотрите, значит, я-то думаю, мне сейчас по сочинению будут вопросы, но я на любые вопросы могу ответить. Смотрите, критерии оценивания, значит, социально-политических тем. Понимание раскрытия тем. Ну, это очевидно, да, тема не понятая, не раскрытая, это оценка ноль. Все остальные критерии уже, так сказать, бесполезны. Что касается оригинальности, живости, образности, наблюдательности, ну, понимаете, вот я вам оригинальность показал, например, литературного сочинения. Сочинение социально-политическое, оно примерно такая же требуется оригинальность, чтобы вы показали, вы умели писать, чтобы не было там штампов каких-то. Понимаете, вот эти все эти критерии, они друг с другом очень сильно связаны. Не бывает так, скажем, что это оригинальная живость, образность, наблюдательность, 10 баллов, а, допустим, посмотрите, два последних критерия, ноль баллов, или там, два балла из десяти, такого не бывает. Если проседает один критерий, то проседает и большинство других критериев. Поэтому они все очень тесно связаны между собой, гораздо теснее, чем это может показаться. Фактическая основа, это не просто бла-бла-бла, здесь должны быть конкретные факты. Я вам что советую, допустим, посмотреть повестку за последние месяцы, лучше даже за последний календарный год посмотреть повестку, чтобы вы знали какие-то внутренние новости, внешние новости, и то, что произойдет, допустим, накануне, в ближайшие дни перед 17 июля, когда у нас с вами будет сочинение, чтобы вы могли привести какой-то совсем свежий, может быть, пример. Ну, условно говоря, если бы там завтра был экзамен, то, наверное, вот в Петербурге вот этот форум, который сейчас проходит, как-то его можно, наверное, было бы процитировать. Вот это вот и есть фактическая основа. Увень культуры Кургазор, я вам показал его на литературном сочинении. Обращайтесь к истории, обращайтесь к книгам, к философии. Самостоятельное суждение в уровне авторской позиции. Опять то же самое, чтобы, понимаете, было ваше «я», чтобы вы не прятались за фактами, за цитатами, допустим, чтобы здесь был виден автор. В сочинении, где нет автора, очень трудно поставить хорошую оценку. Интерес к вопросам общественной жизни. Ну, мне кажется, это понятно, что вы должны ориентироваться именно в той повестке, о которой я вам сказал. Структура композиции изложения логика это характерно для литературного и для общественно-политического сочинения, то есть ведение, заключение, основная часть. И что еще важно, если вы берете, скажем, два каких-то факта, два произведения, их осмысляете, то, условно говоря, вы про один пишете одну страницу и про другой другую страницу, чтобы не было так, что один факт это два абзаца, а другой факт две страницы. сочинение сразу теряет композиционную четкость. Выводы должны быть, должны соответствовать содержанию и теме. Стремление писать текст по типу журналистского произведения. Посмотрите, какие есть журналистские жанры. Ну, конечно, никто не требует от вас писать фильетон или памфлет или очерк. Это самые сложные журналистские жанры, которые и не любой профессиональный журналист сможет написать. Посмотрите репортаж, посмотрите, допустим, какое-нибудь хорошее интервью, такое вот не коротенькое тематическое, а такое портретное интервью. Может быть, это статья, допустим, чтобы какой-то журналистский элемент был в вашем тексте, чтобы было видно, что вы журналист. Литературный стиль, словарный запас. Тот же критерий, что и к литературному сочинению. Никаких штампов, никаких шаблонов, никаких повторений слов, никаких стилистических ошибок. Но это сложно избежать, но хотя бы минимум. Ну и грамотность. У нас есть критерий по грамотности, он опубликован, вы можете посмотреть его, за какие ошибки мы что снимаем. Но повторяю, что все эти критерии, они взаимосвязаны. Мне кажется, еще пришли вопросы. Так, у меня два вопроса. Чего стоит избегать ДВИ, как научиться анализировать, а не пересказывать? Ну, знаете, на эту тему можно книгу написать. Я не готов вам за две минуты сейчас вот это рассказать. Понимаете, вы читайте критику. Вот это такой вот первый совет, универсальный совет и совет в рамках вот нашего достаточно короткого сейчас общения. Подумайте, вот посмотрите на произведение с точки зрения критики. Сначала прочтите произведение, потом посмотрите критику. И не только там, скажем, Белинского, Добролюбова, то, что входит в школьную программу. Посмотрите Лотмана, например, я всегда его советую. У Лотмана есть целый цикл лекций по русской литературе, что-то на ютубе даже есть, его успели записать. Поэтому вот посмотрите, как они, есть авторы там по одному, допустим, критики по одному автору. Допустим, Ман, он по Гогулю очень много книг написал, очень хороших. Можете Манна посмотреть по Гогулю. Нечкина, она по Грибоеду очень много писала, ну и так далее. Вопрос три. Да, чего стоит избегать ДВИ? Значит, я вам сказал, фатальная ошибка это уход от темы, нераскрытие темы, все остальное уже можно абитуриенту простить, кроме ухода от темы. Да, еще фатальная ошибка это использование иноагентов. Любое, так сказать, имя иноагента, это все. Вопрос три. Какое количество цитат стоит приводить в работе? На что стоит обратить внимание при заучивании? Понимаете, у нас таких критериев нет. Но, если сочинение вообще без цитат, оно не получит высокой оценки. Но если в сочинении перегружено цитатами, если, допустим, сочинение там про горе от ума или про Негина, а там идет сплошной текст, сплошные строфы, то хочется спросить, а где же автор, где его анализ? Поэтому постарайтесь, чтобы это было гармонично. Ну, а на что стоит обратить внимание при заучивании? Понимаете, не надо все заучивать, не надо заучивать прозу. Прозу лучше на нее ссылаться, но куски прозы заучивать ни в коем случае не надо. Заучивайте поэтические произведения, и чтобы они были в сочинении, как изюм в булочке. Каких интервьюеров вы можете посоветовать? Понимаете? Ну, я не хочу вам кого-то навязывать, да, не хочу навязывать. Вы следите, дело даже не в интервьюере, да, а следите за современной тематикой. Ну, вот мне нравится, допустим, мне нравится из журналистов Андрей Колесников, который в «Коммерсанте» работает. У него, почитайте его произведения, его репортажи, его интервью. Он очень, опять же, тоже не хочу вам это навязывать, да, но мне кажется, вот это образец такого вот нестандартного подхода к журналистским жанрам. Так, лексический повтор тоже считается ошибкой. Понимаете, друзья, мы не хотим вас как-то вот под микроскопом рассматривать ваши ошибки. Мы вам, повторяю, не враги. Мы хотим максимально вам помочь, максимально вас поддержать. Мы готовы две одинаковых ошибки считать за одну и так далее. Мы хотим, чтобы вы стали нашими студентами. Мы хотим 1 сентября вручить вам студенческие билеты студентов Института Медиа. Поэтому, понимаете, мы не думайте, что мы только хотим найти какие-то ошибки, ждем, злорадно потираем руки. Мы максимально постараемся вам помочь и все спорные ситуации решим в вашу пользу. Пока вопросов новых не поступило, я хочу анонсировать тот сюрприз, который я вам обещал. Вот все, что я вам рассказал, это мнение экзаменатора, это мнение, так сказать, с другой стороны баррикад, если так можно выразиться, хотя баррикады здесь неуместны, мы же друзья с вами, да, не враги, с другой, так сказать, позиции, с другого стороны экрана, правильно скажем так. А интересно мнение человека, который сам недавно писал вот эти сочинения. Я не знаю, кто автор этих лучших сочинений, потому что мы проверяем их зашифрованными. И повторяю, что иногда хочется узнать, кто автор, но мы не знаем. И вот понимаете, когда встречаешься уже со студентом, с первокурсником, который написал сочинение на 100 баллов, на 95 баллов и так далее, то у него интересно спросить, а какие эмоции он испытывал, как он готовился, на что он обращал внимание при подготовке. И вот сюрприз состоит в чем? Мы попросили первокурсницу Института медиа, Софью Кукарину, рассказать вам о том, как с ее точки зрения, с точки зрения абитуриента прошлого года и студента первого курса нынешнего учебного года, одного из лучших студентов Института медиа и одного из лучших абитуриентов, как написать сочинение. Софья вам сейчас поделится с вами своим опытом, а я пока посмотрю некоторые новых вопросов. Пожалуйста. Здравствуйте, Павел Владимирович, здравствуйте, наш предназначитель. Да, как уже сказали, меня зовут Софья, и я поступила, ну, у меня ТВ было сдано на 90+, скажем так. И на самом деле я могу подтвердить все, что сказал Григорий Владимирович. Спасибо. Это действительно очень дельные советы, и я советую вам прислушаться и потом еще переслушать эту встречу, чтобы освежить память перед экзаменом. Вам это действительно очень поможет, но я для вас тоже подготовила такой список советов от себя, как я готовилась, как я поступала и какие эмоции я испытывала во время экзамена, и самое главное, как с этими эмоциями бороться, потому что они могут очень сильно вам помешать. На самом деле Григорий Владимирович уже часть моих советов упомянул, но я, наверное, вот дополню, начну с этого. Это цитаты, и важно понимать, что вот чего мне не хватило и чего у меня было перебор на ЕГЭ, а потом на ЕГЭ стало недобором на ДВИ. Такая сложная комбинация, но я думаю, как вы знаете, вы уже ЕГЭ по литературе знаете, сдавали там довольно строгие критерии в отношении сочинений, и эти критерии совершенно не совпадают с ДВИ. Это два абсолютно разных экзамена, и важно понимать, что на ДВИ можно и нужно использовать нетривиальные произведения для анализа, и если вы можете это сделать, делайте, вас никто не поругает, это очень хорошо, если у вас есть такая возможность, но здесь есть одно большое но, которое важно учитывать, будьте очень осторожны и пишите только то, в чем вы действительно уверены. опять же про цитаты, если вы не помните дословно какую-то цитату, так Григорий Владимирович мог вас, наверное, напугать немножко тем, что если эссе, ваше сочинение, ну, смотря что вы выбрали вообще без цитат, то это очень плохо, и высокий балл вы не получите, нет, здесь речь идет не о том, что у вас должны быть цитаты в прямой речи, прям обязательно, если вот бывают такие ситуации, что ты сидишь на экзамене, пишешь, ну, не можешь ты вспомнить, где там был глагол, я сказал, или сказал я, ну, вот не помните, и все, ничего страшного, переводите в косвенную речь, это все равно считается цитатой, правильно? совершенно верно, переводите в косвенную речь, главное, чтобы вы смысл фразы передали правильно. Можно маленькую реплику, вот я помню, было сочинение, где автор использовал Есенина, неуютная жидкая лунность, и он ошибся, написал неуютная лунная жидкость, понимаете, но тут уже понятно, да, что такого не может быть, ему поставили как ошибку, но у него было такое хорошее сочинение, что экзаменатор простил ему эту ошибку, пометив ее, и он все равно набрал проходной балл и прошел. Ну, такое тоже бывает на самом деле, хотя вот на самом деле я бы посоветовала выучить несколько коротких, но емких цитат, которые могут вам помочь из, ну, таких, каких-то ключевых поэтических произведений, допустим, из того же «Горе от ума», взять фразу, мне завещал отец угождать всем людям без изъятия, это если ее сократить до того, чтобы ее можно было легко вписать, потому что там еще есть слово «во-первых», но вам тогда придется пояснять, что «во-вторых» было, а так вам не придется. Кстати, да, обязательно посмотрите, как правильно оформлять цитаты, потому что здесь можно ошибиться. И это тоже, кстати, ошибка формальная. И самая, пожалуй, обидная ошибка. Да, это очень обидная ошибка. Утребил, но неправильно ее оформил. Это может быть очень грустно. Обязательно посмотрите в интернете, подробно почитайте, как это делать. Я сейчас не буду на это время тратить. Вот. Ну, цитата, допустим, из того же «Горе от ума» отлично впишется в любое сочинение, если эта тема связана с XIX веком. А XIX век это практически всегда общество. Это очень удачная история. И то же самое относится к стихотворениям, потому что вот выберите, наверное, как делала я. Я выбрала топ-10 своих любимых стихотворений, выучила оттуда по несколько четверостищей еще перед ЕГЭНом, но да вы, и мне это тоже помогло в конечном итоге. Выучила несколько цитат, которые мне кажутся наиболее яркими или наиболее точными, ну или просто мне нравятся, даже если они особо там по теме не подходят. Их использовала, потому что может быть такое, что на экзамене что-то важное забудется, казалось бы, но вот вы, не знаю, не помните, как Пушкина зовут. Такое бывает. Такое, кстати, правда бывает. Мне каждый год рассказывают абитуриенты, одна девушка сказала, я сидела 20 минут, просто смотрела в экран, я все забыла. Такое тоже может быть. Понимаете? И вот тогда вам то, что он Софья говорит, это вам поможет. Да, это может всплыть вообще неожиданно. Если всплывет, хорошо, если не всплывет, не пугайтесь, вы просто дайте себе выдохнуть. И как делала я, я перед экзаменом повторяла все самые важные какие-то моменты, цитаты, хотя вот говорят обычно, не повторяйте перед экзаменом, не повторяйте, не надо. Я никого не слушала, я повторяла, зато при этом у меня в памяти остались там несколько цитат, и я пришла на экзамен, это, кстати, было и на ЕГЭ также. Я прихожу, сразу записываю какие-то важные фразы, которые у меня остались в голове перед экзаменом, а потом уже про них не думаю, выпускаю это из памяти, у меня нет такого, что я должна как мантру повторять какую-то важную информацию, чтобы ни в коем случае не забыть про нее написать, и просто пишу спокойно уже дальше в нужном мне формате, а потом возвращаюсь к нужной мне информации в начале. Это очень удобно на самом деле, и это может помочь вам не только на экзамене, но и в принципе по жизни, если нужно где-то структурировать информацию подобным образом. Мы сегодня подробно говорили про Пушкина, про XIX век. Прекрасное время в литературе, на мой взгляд, самое любимое, и я все почти экзамены писала именно по XIX веку, но... Да, понимаете, про XIX век три копейки свои вставлю. Понимаете, вот меня часто спрашивают, что выбрать, XIX век или XX? Я не могу таких советов давать, но что я могу сказать? Что по XIX веку все мнения, все критерии давно устоялись. Тут нет никаких, так сказать, разночтений, разномнений. А вот XX век, это время, которое от нас исторически недалеко. Век, куда долетает наша семейная память, которая может быть совершенно разной. Кто-то, может, пострадал от революции про прадедушка, кто-то наоборот его революцию выдвинул. У них разное отношение к этому. И поэтому, понимаете, вот здесь какие-то политические моменты, они могут повлиять на сочинение и, соответственно, на отношение экзаменатора к этому тексту. А вот XIX век, он в этом плане очень простой. Здесь все, что не напишете, все правильно. Если правильно напишете. Если правильно напишете. Ну, на самом деле, да, просто XIX век, он, наверное, в каком-то плане может быть немного проще, потому что, да, действительно, уже есть четкая стабилизированная информация, которую можно или нельзя использовать. А XX век здесь, ну, наверное, уже ближе после 20-х годов, скорее даже, XX века. Ну, там, начало еще, ладно, там, Чехов или так далее. Ну, Чехов, да. Но когда идет речь о революции, даже начиная с Тихого Дона, уже какие-то моменты могут быть совершенно разные. Я всегда максимально избегала Тихий Дон. По-разному их интерпретировать и те же 12 блока, согласитесь, да, и, в общем-то, революционные произведения и так далее. 12 блока, это вообще такое произведение, которое я... Ну, давайте не будем пугать Абитриэль, но вернемся к советам. Если вы любите блока, это очень хорошо, не бойтесь. Что вообще хотел сказать изначально? Если у вас в теме указан век, но нет какой-то стабилизации, ну, распишите про нравы 19 века. Сустьте тему, обязательно сустьте тему до хотя бы 1-го 50-летия, не беритесь анализировать там Лермонтова, который принадлежал к началу 19 века, а потом сразу берите Тургенева или еще того хуже раннего Чехова. Несмотря на то, что все эти писатели относятся так или иначе к одному и тому же веку в некоторых своих произведениях, они принадлежат абсолютно разным литературным эпохам. Опять же, понимаете, такого запрета нет, брать только одну половинку века. Просто, если вы напишите Лермонтова и Тургенева, мы все равно это проверим, мы за эту оценку не снизим, но вам будет проще. Ну да, вам будет намного проще, потому что так вам придется весь век описывать. Если вы готовы идти по сложному пути, идите. Нет, ну, если хочешь идти, идите, как говорится. Главное, чтобы в ту дверь. Что еще важно? Опять же, скажу про сравнение ДВИ и ЕГЭ. Не пренебрегайте возможностью проявить на ДВИ фантазию. На ДВИ, как Григорий Владимирович неоднократно сказал, нет таких строгих ограничений и критериев, которые были на ЕГЭ. То есть у вас нет такого, что вы должны написать вступление, первый абзац, второй абзац, вывод. Нет, это не относится к ДВИ. Если вы хотите написать ваше сочинение или эссе на социально-политическую тему в каком-то в необычном стиле, пишите, не стесняйтесь, вас никто не остановит. Да, вот какие-то дерзкие мысли. Вот я вам прочитал, как девушка написала про 10 главу Онегина. Но интересно же, да? Или дерзкие форматы, например. Пожалуйста. Но опять же, тут тоже, я каждый год встречаюсь с сочинениями, там написанным в стиле письма или блога, или дневника. Но понимаете, каждый год пишут стихи. Это не наш формат. Я ни одного хорошего сочинения в стихах не читал в своей жизни. Хотя я проверяю больше, чем вы живете на свете. Один раз мне попало сочинение в кружочек написано. Я вот так вот читал и вертел как руль. У меня уже голова окружилась. Не надо, не надо. Оригинальность должна быть дозированной. Без эксцессов, в общем-то, да. А ну в стихах это, конечно, сильно. Не надо. Оставьте стихи для других случаев. Да. Вот опять же, да, не увлекайтесь. Я тут тоже себе записала. Речь все-таки в первую очередь идет о ваших знаниях, а не о ваших писательских талантах. Поверьте мне, у вас на первом курсе будет куча возможностей проявить свои писательские таланты. И это все-таки не литературный институт, да? Помните об этом. Ну да. Так или иначе. Ну вот, например, тоже каждый год попадаются письма. Вот я писала как раз на одном из своих экзаменов сочинение в формате «Письма другу». Оно у меня было про московские нравы первой половины XIX века. У меня, слава богу, тема суженная была. Мне не пришлось там еще страдать и выбирать между двумя половинами одного века. Я написала письмо «Импровизированную другу», где рассуждала якобы о своих наблюдениях за обществом. У меня он там сидел в таверне, наблюдал за разными категориями людей, и эти категории людей так или иначе перекликались в основном «Горе от ума» у меня было, если я правильно помню. И вот он у меня там сидел с этим томиком «Горе от ума». Он читал Грибоедовы. К нему там подошла какая-то девушка или мужчина, я уже не помню, подсел. Они обсуждали это все дело, и вот он это в своем письме рассказывает другу о том, какие эмоции у него это вызывает, какие образы он видит. Я там как раз использовала цитаты из «Горе от ума». Несколько цитат у меня прям дословно было. Как раз на фоне того, что у меня как бы был свой персонаж, некий герой, который сквозь призму своего-моего восприятия описывал то, что он якобы видит. И это очень хорошо сработало. У меня эта сцена набрала больше 80 баллов. Да, вот как экзаменатор могу прокомментировать. Вот представьте, экзаменатор, вот стопка сочинений про «Горе от ума». И он читает все одно и то же. Чацкий, Фамусов, Молчалин, Софья там, да, и так далее. И уже как бы все стандартно. И тут вдруг бац, и вот такой необычный формат, такой необычный подход. Сразу на фоне других сочинений хочется поставить оценку побольше. Я там еще Чацкого с Гулливером в стране релипутов сравнивала, чтобы вы понимали. Я настолько глубоко ушла в метафоры. Но потом, правда, в конце я поняла, что я как-то совсем истории времени уделила. Это все-таки тоже важная вещь. Но стоит сказать, у меня не было никаких там специальных знаний. Я не то чтобы там засиживала в библиотеке с историческими книгами. Мне все было, ну вот на уме. Ну, эта фраза не означает, что не нужно. Да, это не значит, что вы не должны. Да, исторические знания в себя внедряете. То есть ничего такого прям сверх оригинального или сверх того, что вы могли бы выучить в школе и при самостоятельном изучении при подготовке к экзаменам у меня не было. Просто не думайте, что только боги поступают в Институт медиа, Высшая школа экономики. Поступают люди такие, как Софья, как вы, и вы тоже поступите. То есть здесь совершенно не обязательно быть гуру филологических наук, и вот вы сейчас на первый курс поступите, а в следующем году докторскую степень получите по филологическим наукам. Нет, здесь не все так сложно. Относитесь к этому проще, потому что это все-таки ДВИ, а не дипломная работа. И не все настолько серьезно, как может казаться, хотя, да, я помню свои ощущения перед экзаменом, и как мне было страшно, это было кошмарно. Вот, а если вот, ну, мы сейчас про литературу поговорили, а если вы планируете выбрать социально-политическую или какую-то культурную тему для сочинения, помните, что это в любом случае будет связано с современностью в той или иной мере. и Григорий Владимирович уже говорил, что важно изучать новости, я повторюсь, очень важно следить за информационным полем, и если вы это по какой-то причине еще не делаете, начинайте прямо сейчас и больше никогда в жизни не переставайте, потому что, если вы поступаете на журналистику, вы без этого не сможете никак вообще никогда. Да, и еще один момент, конечно, хорошо бы, если вы процитируете источник новостей. Опять же, да. Но остерегайтесь, опять же, СМИ иноагентов и всех вот этих вот штучек, о которых мы говорили. СМИ иноагентов и СМИ без лицензии. Таких сейчас в Телеграме очень много, я понимаю, что все их читают, но на них лучше не ссылаться. Я не хочу рекомендовать тоже каких-то конкретных изданий, которые вот прям точно вот их читайте, на них ссылайтесь, потому что, опять же, это на вкус и цвет товарищей нет. Но я в свое время большую часть внимания уделяла коммерсанту, потому что, на мой взгляд, коммерсант это сейчас одно из таких ведущих изданий. Вполне. И на коммерсант, скажем так, можно положиться. Еще я читала «Дилетант», это если социально-политические темы, но в основном социальные или даже вот культурные. У них есть очень интересные вещи, на самом деле, я советую тоже почитать, потому что это, что меня зацепило, нетривиально об истории. Вот я не люблю читать исторические книги. Да, понимаете, с одной стороны есть. Интересно, правда. Есть учебник Орлова по истории России, канонические, да? А с другой стороны, что-то более такое, вот в таком развлекательном формате. Как человек, который читал и учебник Орлова, и дилетант, скажу, что дилетант определенно выигрывает, хотя, по сути, об одном и том же пишут. Это интересно, и не пренебрегайте возможности. Я бы даже посоветовала выбрать для себя, наверное, топ-5 каких-то СМИ, которые вы регулярно читаете, язык которых вам нравится, темы которых вас интересуют. Да даже сайт, если вам нравится, читайте эти СМИ и ознакомьтесь с редакцией, узнаете, кто там главный редактор, подпишитесь на их социальные сети, посмотрите их эфиры. Это вам поможет даже не только столько над выискок, когда вы поступите, потому что первое, что от вас потребует, это знание информационного поля. Ну, об этом мы поговорим уже в сентябре. Ну да, но все равно. Конечно, хорошо, если вы фамилии журналистов процитируете, не просто там «Коммерсант писал о том-то и том-то», а, допустим, Андрей Колесников писал в «Коммерсанте» вот тот и тот. Это прям high level. Да. Так, и, кстати, вот тоже Горьев Владимирович говорил про то, что начало должно цеплять. Если вдруг у вас получается так, что вы никак не можете придумать какое-то цепляющее начало для своего эссе, придумайте заголовок. Я часто пользовалась такой тактикой. Я придумывала броски заголовок, которые сразу привлекало внимание, но здесь есть как бы определенный нюанс. Ваш текст в таком случае должен быть не менее увлекательным для экзаменатора, потому что если у вас заголовок классное, все остальное, ну, просто текст, который не несет в себе какого-то даже, наверное, элемента сюжета, который всегда заставляет быть в напряжении и следить за линией, которую вы гнете на протяжении своего вот этого вот эссе и показывать экзаменатору, что вот я знаю вот это, вот это, вот это, а еще я могу вот так, и вот еще вам цитата, и вообще я молодец, возьмите меня в институт медиа. Ну, в сущности, это, наверное, так и будет, но для меня всегда легче всего было писать от первого лица, как будто я являюсь очевидцем каких-то исторических событий, которые описываются в литературе. Для меня это просто было проще, потому что это дает более широкую возможность использовать эмоции. А эмоции, они, конечно, главное не переборщить с эмоциями, что нет, не было так страшно, не было так ужасно, и это эволюция, и так все тяжело, и вот мы там бежали, а потом еще и прибежали. У меня первые мои эссе, которые я писала, когда тренировались, они были вот именно в таком духе, и это, конечно, Григорий Владимирович не даст соврать, высокие баллы бы не набрало. Но писать от первого лица дает вам возможность создать атмосферу вашего текста. Атмосфера текста — это очень важно. Но это больше относится, наверное, к литературному, чем к политическому. Если вам нравится... Там было указано про тип журналистского проведения. Да, и вы можете не обязательно от первого лица писать, но как бы вот это испытанный способ, что подтверждают. Это прям хороший способ, я его использовала, но если речь касается социально-политических тем, то здесь скорее... Ну, конечно, да, ни фильетоны, ни памфлеты, не надо, не страдайте так сильно, но не настолько садистный институт медиа неувше. Мы этого не требуем. Да. Можно использовать репортаж, опять же, как будто бы от первого лица. Вот вы репортер, вы приехали, вы сняли, или вы там взяли интервью. Это тоже прикольно. Поэтому тот же Андрей Колесников, как мастер репортажей в «Коммерсанте», вот посмотрите его репортажи. Да, кстати, тоже это хорошая мысль. Ну, вы, конечно, над выяснять-то ничего не сможете, но текстом описать вполне возможно. Почему нет? Еще, кстати, важный момент, с которым столкнулось несколько ребят с моего курса, и, по-моему, даже столкнулась разочек я, это технические трудности во время экзамена. Это очень печальная вещь, но такое может быть. И если вдруг вы пишете ДВИ, и у вас вылетает сайт, или слетает страница, или, не дай бог, выключается интернет, или там у вас текст не прикрепляется в поле для ответа, да все что угодно может быть, первое, что вы должны сделать, это не начать паниковать и тыкать на все подряд, чтобы, не дай бог, у вас еще компьютер ошибку не выдал. Просто сделайте скриншот всего экрана, чтобы было видно время, видно код ошибки, видно, что происходит, либо запись экрана в зависимости от того, как именно выглядит ошибка. Обязательно это сделайте и отправьте в техническую поддержку, потому что подобные вещественные доказательства того, что ошибка произошла не с вашей стороны, а со стороны системы, поможет вам потом доказать, что вы действительно не виноваты в этой ситуации, вас придут на резервный день. Это очень важно, правда. Не пугайтесь, если действительно, такое бывает, это компьютеры, они неконтролируемые, произойти может все что угодно. Опять же, мы все это понимаем, мы не враги, то есть если у вас система вышки выдает ошибку, и вы не можете ничего написать, и вы в этом не виноваты, ну, никто вас за это не выгонит, Мы никогда не оставим невиновного человека за бортом вышки. Не стесняйтесь писать в техническую поддержку, она онлайн, и вам будут быстро отвечать, в этом плане очень здорово, потому что если во время экзамена что-то идет не так, вы об этом говорите, вам сразу объясняют, что сделать. А если не смогут, вас действительно подтвердит, что ошибка со стороны вуза была, такие случаи бывали, к сожалению, вас просто перейдут на резервный день, не паникуйте, главное, сохраняйте спокойствие и не устраивайте там слезы, и не думайте, что все, у меня слетел сайт, я не поступлю, нет, все хорошо, в этом плане вуз на вашей стороне, это, кстати, большой плюс вышки, потому что в других вузах такое не всегда бывает. Вот, а еще, кстати, у вас двое, как я поняла, 17 июля, да? Да. Обязательно себе распишите расписание экзаменов в других университетах, куда вы подаете, включая ДВИ в вышке. Это очень важно, потому что у меня, например, было такое, что у меня ДВИ в нескольких вузах совпало в один день. Такое возможно, потому что, не знаю, почему, не могут договориться между собой факультеты, но факт тот, что такое действительно бывало, и на моей практике тоже, обязательно составьте себе расписание и выберите приоритетный для вас университет, в который вы хотите сдать экзамен в первую очередь, и во второй университет вам нужно будет отправить заявление о том, что вы не можете в этот день написать экзамен по причине того, что ДВИ проводится в другом универе в этот же день. Там нужно будет прикрепить скрин либо с официального сайта, либо лучше из приказа о проведении экзамена, и вас переведут на резервный день. Тоже это важно, учитывайте. Вышка, кстати, переводила на резервный день, я в вышке переводилась. У меня совпадало с экзаменом в РУДН, и меня перевели. То есть здесь, опять же, тоже университет идет навстречу, никаких проблем вообще не возникло, у меня в тот же день мне пришло согласие, что все нормально, вот пишите в другой день. Это тоже очень хорошо на самом деле. Ну и еще одна из важных вещей, которая касается эссе, это помните, что главная цель ДВИ это показать вашу эрудированность и вашу готовность к профессии, на которую вы собираетесь поступать. Просто не лейте в воду. Я прекрасно понимаю, хочется, но не надо. Вот, кстати, тут вопрос пришел по поводу эссе. Сколько аргументов должно быть в эссе? Из каких сфер, кроме литературы и истории, их можно брать? Ну, мне кажется, что здесь нет четкого количества аргументов, которые должны быть, что вот там три, не меньше, шаг в левый, шаг в правый, расстрел. Нет. Понимаете, здесь нужно что учить? Чтобы раскрыть тему, чтобы не выйти за временные рамки, чтобы это было аргументировано, чтобы это было логично. То есть вот эти все критерии, которые вы видите здесь на этом слайде, чтобы все они присутствовали. Из каких сфер, кроме литературы и истории, из каких хотите, чтобы это только не нарушало законодательство. Ну, да. Но из высшей математики, наверное, не стоит. Ну, понимаете, если вдруг амитарит из высшей математики придет, мне кажется, это будет вполне оригинально. Это будет как минимум интересно. Если это будет соответствовать теме, пожалуйста, приводите. Да, если по теме, приведите откуда хотите, опять же, в соответствии с законодательством Российской Федерации. А про вводу, вот главное не путать аргументы и вводу. Это будет, бывает, грустно. Это уже не соответствие теме получается, потому что вы можете один аргумент... Ну, скажем, отход от темы, да. Ну, это отход от темы, да. Иногда бывает такое, что пока ты пишешь, пытаешься раскрыть аргументы, уже вообще в другую степь ушел. И уже вернуться назад может быть проблематично. А чтобы этого не было, да, вот ответим на вопрос по совету эти источники в том числе современных. Но если речь о литературной критике, опять же, советую Лотмана. Можно Набокова посоветовать. У него есть цикл лекций по русской литературе. Ну, и смотрите, есть много современных авторов, которые, допустим, из разной школы, которые предлагают цикл лекций по русской литературе. Тут важно что? Важно понять, чтобы это было, чтобы это было, опять же, по теме, чтобы это не выходило за рамки темы, чтобы какие-то были интересные мысли, чтобы не просто сослаться, там, наш учитель литературы, Марья Ивановна, там, вот нам говорила вот то-то и то-то. В принципе, тоже аргумент, но при всем уважении к учительу литературы не такой авторитетный. Какое длинное вступление, такое длинное вступление декабристов в приведенном эссе? Это не уход от темы. Вы понимаете, тут важно что? Я не считаю, что это уход от темы. Конечно, можно покороче сделать, да. У нас нет жестких критерий, сколько знаков должно быть вступление, сколько знаков должно быть заключение. Это должно быть гармонично, это должно раскрыть тему, и вы должны успеть за эти три часа. Но вот автор все успел. Ну, да. Вот, еще вопрос, на каком направлении учится Софья, сколько у нее баллов? Я учусь на журналистике, заканчиваю первый курс. Баллов у меня было 97, если я не ошибаюсь. 97, видите, это практически уже... Да. Ну, это вот в вышке, у меня во всех вузах почти получились высокие баллы, как ни странно, кроме РУДН. Так у меня везде было 80+, и за литературу у меня 96, за экзамен было. Но у нас тогда была другая система оценивания, другие ДВИ, в общем, было все по-другому. Ну, вот, собственно, есть еще у нас что-то? Да, финальный у меня есть совет. Это то, с чем я боролась. Это канцеляризмы и банальные фразы. Это прям табу, правда. Вот такие фразы, изразят, по моему мнению, исходя из всего вышеперечисленного, на основании такого-то закона, такого-то года, такого-то времени, такого-то царя. Вот наш девятый критерий, да? Да. Девятый критерий, правда, вот не стоит. Проявите фантазию, и за это вас точно не ухажут. Читайте, но ругай, слово живое и мертвое. Вот, опять же, да, слово живое и мертвое это очень хорошая вещь. Правда, вот, очень рекомендую. Да, я готовилась по вашим лекциям на Ютубе, честно, Григорий Владимирович. Я нашла на Ютубе ваши старые лекции, я готовилась по ним. Как видите, успешно. Тоже советую поискать. Найти легко. Дорогие коллеги, большое вам спасибо. Спасибо, Софья, вам за ваши советы. Я думаю, что мы с вами небесполезно провели это время. Опять же, в заключении хочу вас поблагодарить за внимание. Если у кого-то еще остались вопросы, пишите мне, пишите Софье. Она тоже доступна и ответит вам. Приходите к нам на День открытых дверей 16 июня. И плюс у нас еще будут консультации перед ДВИ. Поэтому мы с вами так или иначе встретимся. Но главное, желаю всем вам, чтобы вот эта наша встреча закончилась тем, что 1 сентября мы с вами встретились на вручении студенческих билетов, сфотографировались. Дерните меня за рукав, скажите, вот, мы слушали ваши мастер-классы, они нам помогли, нам будет очень приятно. И может быть, через год кто-то из вас, кто сейчас сидит и слушает, и готовится, тоже вот как Софья будет учить абитуриентов уже следующего года и делиться своими впечатлениями о сдаче ДВИ. Всем спасибо, всего доброго, до встречи. Да, всем пока. Я в вас верю, у вас все получится, друзья. Обязательно. Ничего не бойтесь и готовьтесь. Это все, что от вас требуется. Вот так. Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет. Его стены объединяют уникальных людей, талантливых, мыслящих, деятельных. Тех, кто стремится не просто получить качественное образование, а стать частью сообщества профессионалов. Сегодня в четырех кампусах вышки по всей стране обучаются 50 тысяч студентов. Работают 7 тысяч преподавателей, наставников и исследователей. Вышка — это более 300 программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, научные институты и международные лаборатории. Университет отличается нестандартным практикоориентированным подходом к образованию. Высшая школа экономики устойчиво входит в топ-30 вузов мира и возглавляет рейтинг российских вузов с лучшей репутацией среди работодателей по версии Forbes. По итогам года вышка заняла первое место в топе вузов этого же авторитетного издания с лучшим качеством преподавания, а также первое место в рейтинге лучших вузов России по версии портала HeadHunter. Институт медиа Высшей школы экономики активно внедряет передовые знания в свои образовательные программы, а партнерство с ведущими компаниями позволяет выпускникам оставаться востребованными в быстро меняющемся медиабизнесе. Мы в последнее время очень серьезно усилили профессиональную составляющую образовательного процесса. Мы считаем, что профессия должна быть больше развернута в сторону образования или образования в сторону профессии. В идеале сделать так, чтобы будущий работодатель приходил к студенту уже на первом курсе, а может быть и на стадии дополнительных вступительных испытаний. Сегодня специалист медиаиндустрии обязан владеть прочной теоретической базой и современными инновационными технологиями. Образовательная траектория института построена по модели 40% теории, 60% практики. Студенты учатся писать тексты в различных жанрах журналистики, запускают собственные медиа, снимают, монтируют, озвучивают, ведут прямые эфиры, работают на профессиональном оборудовании. Институт помогает выстроить свою траекторию обучения. Базовые дисциплины плюс курсы по выбору, мультимедийные проекты и практика в самых авторитетных СМИ и медиакомпаниях. ВГТРК, МИА «Россия сегодня», РБК, Ведомости «Интерфакс», Национальная медиагруппа, агентство «Дединок Тим» и многие другие. Поступайте в Институт медиа Высшей школы экономики и ждем вас потом у нас на телевидении. Приходи в Институт медиа, становись профессионалом и приходи работать на «России-24». Мы тебя ждем. Студенты Высшей школы экономики и конкретные институты медиа это, в принципе, будущие золотые кадры. Преподавательский состав это профессионалы высочайшего уровня. Большая часть это действующие практики из медиаиндустрии. Известные журналисты, топ-менеджеры, публицисты, лидеры общественного мнения. Этой осенью Институт медиа провел первый набор на участие в творческих мастерских. Среди руководителей Иван Кудрявцев, Сергей Малоземов, Вадим Токменев, Анатолий Кузичев, газета «Ведомости» и ВК «Эдюкейшн». Главная цель – дать студентам возможность приобщиться к медиапроизводству, попробовать себя в разных жанрах и выбрать подходящую для себя специальность. Это уникальный шанс для студентов Вышки не только получить профильные навыки от мастеров медиапрофессии, но и реализовать собственные идеи и найти свой путь к успеху. Вы давно уже выбрали профессию, которую лучше всего получаете в Институте медиа Высшей школы экономики. Именно потому, что вы стремящиеся к правде, готовые реализовывать себя в самых нестандартных ситуациях. Потому что вы самые талантливые, самые умные и самые смелые. Поступайте в Институт медиа Вышки и лучшие профессионалы нашей страны сделают вас теми, кто придет им на смену. Если университет, то Вышка, если институт, то Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok